А теперь о тех, для кого же личный вопрос решился. 12 детей-сирот Красноярского района получили ключи от квартир. Трехэтажку возвели на территории жилого комплекса «Экадолья». Дом уже подключен ко всем коммуникациям. Молодым людям остается только завести мебель. С новоселами встретилась Татьяна Пудова. 33 квадратных метра. Не так много, но зато свое, и тем более в новостройке. Елена Гаврилова осматривает квартиру, ключи от которой получила сегодня. Жить здесь она планирует с мужем, сыном Сергеем и дочкой Настей. Моему счастью нет предела, не верится даже, что это мое. Пока молодая пара решает, где и какая мебель будет стоять и намечает дату переезда, дети тоже занимаются планированием. Мы будем здесь с ней играть. Можно здесь кровать установить с Настенькой, чтобы мы играли, здесь с ней бегали. Светлая комната. Обои просто супер. Нет условка очень для этой квартиры. Квартиры для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей сданы под ключ. Новоселам остается только завести мебель и готовиться встречать Новый год. В новом жилье, что и планирует сделать Александр Тарасов. Ключи от квартир в Красноярском районе всего сегодня получили 12 выпускников детских домов. В бюджете Самарской области ежегодно предусматривается около полумиллиарда рублей. Для обеспечения людей из этой категории сумма выделяется одна из самых больших в среде регионов ПФО. В перспективе планируют готовить для детей-сирот уже полностью мебелированные квартиры, что называется «заезжай и живи». Вот ребенок-сирота приходит без всякой поддержки. У него нет ни кровати, ни стола. И мы об этом говорили. Все соглашаются с тем, что наряду с теми средствами, которые выделяются на приобретение жилья, можно было изыскать еще и где-нибудь средства минимальные для обустройства специализированного жилья. С начала этого года детям-сиротам в Самарской области уже предоставлено 370 квартир. Татьяна Пудова, Александр Дмитриев, Новости губернии, Красноярский район.